Здравствуйте, друзья! Живу в Сибири, в Восточной Сибири, если точнее. И сегодня у нас на просмотре детерминатные сорта томатов. Я, конечно, вас уже притомила своими томатами, но это уже последние детерминатные, которые я поделила на две части. То есть сейчас показываю часть, которую нужно прикрывать немножко все-таки в открытом грунте. В грунте или сажать в теплице. Вот такой томат, как Настенька перед вами. Настенька это семена алтая, среднеспелые, до 70 сантиметров, высоту весом 126 грамм и до 500 грамм первой плоды. Так и есть. Сажала Настеньку уже несколько раз. Очень хороший томат. Ну, я сажала в тоннеле и прикрывала. Поэтому я думаю, что в открытом грунте все-таки не очень они будут хорошо расти у нас в Сибири. Любимый праздник. Ой, такой томат замечательный. Любимый праздник. Сажала, конечно, я в рассаднике. Но он детерминатный. Высотой 80 сантиметров и до 900 грамм. Плоды очень сладкие, хорошие, вкусные. Можно сажать в теплице. У кого теплицы не очень высокие. Всем рекомендую. Царский подарок. Царский подарок сажала в этом году тоже в тоннеле. Попадал под заморозки, но все равно наплодил. Очень даже хороший сорт. Так, до 1 метра, до 500 грамм плоды. Бачковидные, ребристые. В общем, очень замечательный сорт. Рекомендую. Розовый мед. Розовый мед сажала, конечно, я его один раз в теплице. И один раз в рассаднике. В открытом грунте я его не сажала. Но вообще-то он детерминатный. До 80 сантиметров. Так, в основном на улице 60-80 сантиметров. В теплице повыше. И весом до килограмма. Сладкий, урожайный, вкусный томат. Каждый год сажаю сибирскую тройку, кроме как в этом году. Сибирскую тройку и петруша-огородник. Вот это фото, ну, как-то не очень удачное такое. Ну, в общем, посмотрите. Главное, я вам расскажу про них. То, что я их очень хорошо знаю. Петруша-огородник. Это такие розовые томаты, чем отличаются. А красного цвета сибирская тройка. Я сажала всегда их в рассаднике. Ну, вообще-то я сажала их и в теплице. В теплице хоть что растет. И в тоннеле. В общем, везде они растут. Замечательные, сладкие, крупные, хорошие томаты. Так, это у нас... Да, не похоже. Говорю, что петруша, что сибирская тройка. Так, 50-60 сантиметров в высоту. То есть весом до 200 грамм розового цвета. Первые плоды и больше, чем до 200. Могут быть, наверное, грамм до 350 точно. А вот сибирская тройка точно так же. Вот только весом до 350 грамм написано. Так она и есть. Красного цвета. Все то же самое. Плодовитые. Не пасанковать ничего. Ну, замечательные. Вельможа. Вельможа томат. Сажала я их в тоннеле под укрывное и в рассаднике. Вообще он детерминатный. Везде растут плоды. Плоды до 500 грамм. Рост там они в высоту. Господи, как же научиться говорить не рост. В высоту они 68 сантиметров. В теплице, конечно, будут расти повыше. Вот это вот у меня росли в рассаднике. Хоть он и зеленый, но вам вот видно, какой он урожайный. Прямо урожайный, да крупный. С самого, показать, с самого вот низу плоды. С самого низу и доверху. И весь в томатах. Вот так он выглядит красным. В общем, сердцевидные, хорошие плоды. Хочу заострить внимание, друзья. Вельможа. Долго семена вельможи не хранятся. Вот буквально года три, и они делаются невсхожими. Потому что я уже это два раза испытала. А здесь приятельница ко мне приходила. И то же самое про них говорит. Года два-три у меня не больше и не взошли. Я думала, это у меня только так нет. По-видимому, они такие. Вот долго семена вельможи не храните, обновляйте. Иначе останетесь без семян. Так. Розовая стела. Розовую стелу сажала тоже два года. В рассаднике растет лучше всех. В теплице как бы. Ой, не в теплице, а как бы в парнике. Так, чтобы людям было понятно. Когда говорю рассадник, никому не понятно. Вот в парнике растут очень хорошо. Такие томаты замечательные. Пишут, вот видите, вопрос поставила. Пишут средне-ранний. Но у меня не было он таким ранним. Он у меня даже поспевал позже, чем среднеспелые. Ну, по крайней мере, он не ранний. Среднеспелые точно. У меня лично так. До 60 сантиметров высоту. Универсальные плоды. Продолговатые. От 150 до 250 грамм. Но замечательные, красивые, вкусные плоды. Алсу. Алсу сажала в теплице. Но алсу можно сажать и в открытом грунте. Главное, прикрывайте. Прикрывайте хотя бы в начале июня и уже в конце августа. Средне-ранний, детерминатный 80 сантиметров. Два-три стебля можно сажать. 300-400 грамм и до 500. Фото мое, это из теплицы фото. Посмотрите, какие плоды крупные прям висят. Мне очень понравился. Бердский крупный. Вот бердский крупный я сажала в 21 году. И сажала его в тоннель. До 700 грамм, до 1 метра высотой. Был крупный очень. Но я бы не сказала, что сильно много было плодов. В общем, средний. Средний урожай. Ну, достойный томат. Вот точно достойный. Рекомендую. Яблонька России. Яблонька России высаживала 2 года. В 21-м, в 20-м. И вот в рассаднике, в парнике его посадила в том году. Ой, позатом, в 20-м. Ох, и народились. Вот знаете, 2 кустика было. Я больше ведра, полтора, наверное, ведра с него, с этих двух кустиков собрала. Все как откалиброванные. Все увешанные. Прям как новогодняя елка игрушками, шариками. Вот прям шарики. Такие шарики. Все как на подбор откалиброванные. Лентяйка. Лентяйка сажала. Я ее в тоннель. Так, семена алтая. Так. Среднеспелый. Индотерминанты 50-70 сантиметров. Так. Не посынковать. Вот это точно. Не посынковать. Весом 300 грамм. И первые плоды могут быть до 600 грамм. Почему говорю? Прям подчеркиваю. Не посынковать. Я посадила его. И что вы думаете? Давай его посынковать. Думаю, ну на улице когда же эти посынки вырастут? Оставила там, по-моему, 2-3 ствола. А потом-то когда разобралась. Основной урожай у него растет на посынках. И у меня урожая как такового-то и не было. Были томаты. Ну, не так уж их и много. Так что, друзья, лентяйку сажаем. Хороший томат. Но правильно с ней обходимся. Не посынковать, значит не посынковать. Севрюга. Севрюга сажала и на улице, и вот в прошлом году. Прямо под открытое небо. Ну, немножечко там колышки вбила и его прикрывала материалом укрывным. Поначалу выросли. Даже поспевали на улицу. Ну, не все, конечно. А это вот у меня из рассадника фото. Семян почти не осталось. Ой, нет, я в этом году его сажала. Семена есть. Ой, какой он хороший. Вообще урожайный. Я его всем рекомендую. Так. Среднеспелый. От метра до полтора. Смотря где вы его будете сажать. Так. До полтора килограмма пишут. Могут быть плоды. Таких у меня плодов не было. Были крупные. Ну, уж не такие. Может до 500 грамм. Ну, не до полтора. Урожайность до 5 килограмм с растения. Но урожайность, может быть, и была такая. Потому что они очень урожайные. Я никогда через весы урожай не меряю. Хотя это очень интересно. Но я почему-то не меряю. У меня так не получается. Пыталась. Не получается. Вот всем рекомендую. Ну, говорю, на улице можно под открытым небом. Но желательно прикрывать. И я сейчас их все показываю. Такие, которые сажают на улице. Но прикрывают. Кемеровиц. Вот Кемеровиц. Даже сажала в 20-м году. И в 22-м семена обновляла. Даже не прикрывала. И он у меня рос. И даже начинал поспевать. Если будете прикрывать, сорт отличный. Прямо хороший. Раннеспелый. 80 сантиметров в высоту. 60-100 граммов. Ну, до 150 граммов от Сепсада. Они не очень крупные. От Сепсада знаю. Потому что сама покупала. И нет коллекционеров. Могу поэтому сказать. Не очень крупные. Средние. Но замечательные. Очень красивые. Друзья. Все. До свидания. Следующая часть будет о таких томатов детерминатных. Которые можно ничем не прикрывать. Остаемся и смотрим потом следующий ролик. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok